Дорогие друзья, ну от этого боя мы сейчас с вами просто не отойдем. Это, ну, больших мастера Геннадий Ковалев и Олег Комиссаров. Лисовая категория 64 килограмма. Вот хочу буквально перед стартом сказать два слова. Геннадий Ковалев на Олимпийские игры ездил 54 килограмма. После Олимпиады он перепрямил три веса. Он сейчас 64 килограмма. В боксе это не было. На моей память такого не было. Три весовые категории. Вот. И блестяще стал чемпионом России в прошлом году. Значит, Комиссаров, Олег, сборную команду страны уже достаточно давно. И на Кубке мира он был первым номером и выиграл финальный поединок с кубинцами. Выиграл у кубинского мастера. И вот сейчас в этой весовой категории решается, кто из них лучший, кто из них первый. Но придет Малетин. Малетин еще. Так же, как и в предыдущей весовой категории. Ковалев боксирует правосторонние стойки, левша. Ну, от этих боксеров, знаете, что объединяет слово «высокая культура бокса». То есть, они очень чувствительные. С ними очень сложно боксировать. Вот попытался Ковалев достать Комиссарова, не получается. То есть, чувство дистанции. Но у Ковалева чувство дистанции нисколько не хуже, чем у Комиссаров. И вот борьба сейчас двух таких, ну, талантливых боксеров. Но, вы знаете, Комиссаров боксировал на чемпионате мира неубедительный. 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 То, о чем мы говорили, что может быть дело в психологии в какой-то. Я напомню, у Комиссаров в красной форме. Ковалев в синий. Значит, Комиссаров на дистанции. У него хорошая передняя рука. И вот он старается просчитать Ковалева. Любое движение Ковалева сразу прочувствовать. И ударить навстречу, или слева, или справа. Одиночные удары. Значит, у Ковалева такая же задача. У него точно такая же задача. И опять-таки, посмотрите, они ведь похожи и внешне, по физическим данным. Рост, телосложение. Да? Да. Мускулатура. Все почти одинаково. У Ковалева такая же задача. Он просчитать должен Комиссаров передней правой рукой. И ударить слева сильнейший удар рукой. Или навстречу, или в атаке. Понимаете? Вот борьба двух тренерной системы. Вот чувство, сила, физическая подготовка. Ну, вот у этого мастера высочайшего класса. Здесь... Мне сложно дать предпочтение кому-то, поскольку бой настолько замечательный, настолько красивый. Вот я говорю, внутренняя культура, внутренняя культура этого поединка. Он читается. Вот любители бокса, они меня понимают, о чем я говорю. Конечно, конечно. Секунданты спокойны. Все идет нормально. А Ковалеву нужно бояться правой дальней руки Комиссарова. Комиссару надо бояться. Левой. Ну, поскольку левша Ковалева. И вот они все время просчитывают, просчитывают. Кто, 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 кто. Кто-то ударил и промахнулся. Все, ты наказан. А если ты... Ну, при такой ситуации, при таком тактическом рисунке, ведь... Ну, да, плотного такого боя быть не может. Все-таки соперники ждут. Они выжидают. Ошибки, да. Да. Каждый приглашает, как бы, атаковать другого. Но при этом, может быть, нет этого темпа. Но внутреннее напряжение боя, конечно, очень высоко. Такая психология. А вы знаете, нет, темп есть. Здесь вот я видел бои, когда темповые боксеры выходили против Комиссарова или против Ковалева. И этот темп, он был такой. Но они все равно все... Они все свои атаки, они разбивались о левую руку Ковалева и о правую руку Комиссарова. Они били навстречу просто. Это высокое напряжение. Это иногда тяжелее, чем держать высокий темп просто обмен ударами. Это высокое напряжение. И психологически тяжело. Очень тяжело. Вот смотри, любая ошибка, любая ошибка. Почему такие большие паузы? Потому что... Потому что, вот, пожалуйста, пошла рука справа. Напряжение, потому что нельзя ошибаться. Вот в этом поединке ошибка наказывается. И здесь еще есть одна вещь, я вам хочу сказать, что вот эти боксеры, вот обратите внимание, у них нету лишних движений. Вот нету, все сосредоточено, все просчитано до миллиметра. Ни у Комиссарова, ни у Ковалева нету ни одного лишнего движения. Вот хочет Ковалев пустить на себя Комиссарова, а Комиссаров не идет. Он просто держит передний, вот то, что... И навстречу справа. Значит, тогда выбор. Ковалеву идти вперед. Чревато. Чревато. Ну и он также может выдержать паузу, правильно? Пригласить Комиссаров. Такого они... Вот они так... Вот это есть... Это фехтование. Они должны фехтовать, потому что никому нельзя ошибаться. Уровень мастерства такой, что любую ошибку наказывают. Мне кажется, что вот для боксеров такого стиля и такого уровня, да, четырех раундов просто может быть мало. Ведь они в таком поединке, они могут продержаться дольше на ринге. Да, вы знаете, на Кубке мира Кубинец, ну, побежал на Комиссарова и был тут же наказан. И не догнал, он бежал и ничего не мог сделать. То есть он думал, что он его сломает или... Не мог, он его на передней руке держал, как на, я не знаю, на шпаге, на рапире, все время держал и бил навстречу справа. И тот все время нарывался на эту прямую. И для меня, конечно, было очень удивительно, что Комиссаров на чемпионате мира сбоксировал так неубедительно. Может быть, первый раз, может быть, психология, сложно сказать. Интересный бой? Интересный бой, интересно. Велико внутреннее напряжение, вот такой внутренний накал. Кто первый, вот, ему говорит, не иди вперед. То есть... Да он не собирается. А он и не собирается. То есть он хорошо...